Приветствую вас всех дорогие подписчики, а также просто зрители моего канала. Меня зовут Дмитрий и сегодня мы вместе с вами вновь на просторах игры Черная Меда. И пытаемся все так же добраться до комплекса Лямбда с нашим бравым главным героем Гордоном Фрименом, физиком-теоретиком, который совсем не физик-теоретик, судя по тому, как мы браво расправляемся со всеми супостатами. Так, и прямо сейчас, ребята, мы находимся в весьма щекотливой ситуации. Как вы видите, у нас тут какой-то склад, и он абсолютно весь заминирован. Куда здесь идти, я пока ума не приложу, но тут... Думаю, главное не взорваться, а куда идти, там уже разберемся. О, кстати, это фиговина, я думал, она будет позже. Ого. Вообще, эта штука, я по первой части ее помню, она как бы имеет бесконечный боезапас. Эээ, Гордон, ты что собирался, тыишься делать? Ужас, как... Отверстие, ну, сами знаете, чего напоминает. Эээк. О, ну ладно, сейчас я продемонстрирую, кстати. Видите, пополняется боезапас. В первой части, кстати, она была довольно-таки эмиссивной. Здесь не знаю, но если что, проверим. Сейчас бы вообще понять, куда идти. Прямо не вариант. Все осложняется, ребята, тем, что здесь физика. И то есть, если я как-то не так пошевелю какой-нибудь ящик, все, капут. Один взрыв, и воздух взлетит, и весь комплекс, все это здание. Так, тут два грузовых лифта. Хорошо. Туда я не проскочу при всем желании. По крайней мере, мне так кажется. Давайте по этому пойдем сюда. Да, скорее всего, вот так надо и будет сделать. Охренеть, тамагавки, что ли? Я не знаю, может, это обычные, кроватые какие-нибудь там ракеты. Всякие знатоки точно знают, но для меня это тамагавка. Так. Перед смертью пополним даже боезапас весь. Такие... Так, а теперь я знаю, что делать. По крайней мере, это было бы логично. Да-да-да. Все спокойненько, так. Ох-ох-ох. Я думал, сейчас рванет, ребята. Вы смотрите. Ну, сами видите же, да? Фух. Вон, хрен с ним. Как говорится, не рвануло это. А дальше не мои проблемы. Так. У-у-у. Нормально. Теперь нафиг отсюда валим. По-моему, я в прошлой серии вам рассказывал, что немного помню этот уровень, только потому, что как раз, скорее всего, я на этом лифте тогда прогрузился, когда мой брат играл, а я загрузился, еще похерил ему сохранение, так как я с этого лифта ушел. Привет. Хорошо. Кто? Офигеть, братюнь, ты хоть бы отстрелился, у тебя такой пистолет крутой. Ну, ты везунчик, что я был рядом. Да ладно, я знаю, что я красавчик. Я вообще огонь. Ты со мной пойдешь, может? Да, поехали. Ну, молодец. Просто, когда есть компания, не так скучно, согласитесь. Тогда он все идет за мной. Пистолет у него, кстати, неплохой. Меня немножко мучает совесть за то, что я в свое время убил одного охранника случайно. Я надеюсь, на тебе не его кровь. В общем, я постараюсь этого парня беречь по возможности. Ооо. Тихо. Все, стой здесь. Хорошо, я подниму. Я бы туда граната покидал, но я думаю, это не вариант, да? Так, вон вообще его трогает. Все нормально, живем. Офигеть. Я ожидал тут что-нибудь найти, но не думал, что найдем заряды ктау. Это круто. Серьезно, это очень круто. Скат? Это летающий скат. Ладно, ребята, я пошутил. Лучше бы эти твари были. Так, сбегли. Ты ж гребаный еж. Ладно. Не хочешь по-хорошему, будет по-плохому. Вот это был огонь. Так, нет-нет-нет, подождите. Перезарядим все оружие. Офигеть, они теперь что, на меня будут каждый раз натравливать бронетехнику? А мне не дует. Сами подумайте, это же полный конец обеда, если так будет и дальше продолжаться. О-о-о-о. Тихо. Вы запарили сушей. На. Вот именно. Ну, конечно, это само взорвалось. Все чисто. Офигеть. Не думал, что вам так... Вас так много здесь. Офигеть. Так, перезаряжаемся, перезаряжаемся. Все? Понравилось, пацаны? Толго мне. Супермена у меня создается ощущение, что они попали здесь, в засаду. Точно не скажу ничего, сейчас осмотримся. М. Да, скорее всего, да. Видите? Это, похоже, был его напарник. Ну, ладно, давайте его тогда сюда приведем. Так, еще тут кто-то есть. Ладно. Сейчас по-бырику так все сделаем. Если там есть оружейный склад, скорее всего, он мне его и откроет. По крайней мере, я был бы очень рад. Идем. Да, ты меня прикроешь тут. Я тебя прикрывал все время. Интересно, как они это сопоставили? Охранник стоит, а тут научный сотрудник, физик, теоретик, пошел, расфигачил целый отряд, перебил засаду, справился со снайпером. А, теперь, да, я тебя прикрою. Попрощайся с ним. Тебя не расстраивает? Хотя бы сказал Джоу, я буду помнить тебя. Ну и ладно, хрен с тобой. Пошли. Так, побеждите. Эх, нет, не сюда. Ага, сюда. Система ниппель. Так, а вот и охраняемая зона. Идем. Откроешь мне дверь. Тихо, тихо, тихо. Ладно. Вообще, по сути, я ему голову снес. Извините. Я даже замолчал, потому что испугался, что это могло его убить. Ядрить, колотить. ты мне скажи, какого хэ ты с пистолетом хочешь? Тебе религия не позволяет взять базуку и вот это все добро, а мне вот позволяет вот это рай просто. Так, давайте посмотрим, где что надо перезарядить. У, у меня на револьвер абсолютно нету патронов. Так, нашел, кажись. офигенно, да? Ну ладно, ты сиди здесь, и я еще осмотрюсь. Просто офигенно, ребята, действительно. Мне кажется, что я попал даже в рай. если я сюда буду иметь возможность вернуться, я вообще буду счастлив, как ребенок. Так, ну все, вроде я все взял. Все, что мне, по крайней мере, было нужно. Так, тут у нас что? А, все. Понял, понял, понял. Я надеюсь, я верный. Тут кого-то рвали. Мы сначала все осмотрим, прежде чем не спрыгать. Вот даже не знаю, это делали твари или солдаты опять местные. Так, тихо. Ах ты, тварь, точная. Все, понял. А теперь, похоже, можно спокойно спрыгивать, по крайней мере, я так считаю. Буду чуть-чуть настороже, все. Все, нормально. Тоже мне мастера с усанины, так сказать. Или Сэма Фишеры. Они в таких же трех глазах этих, типа, ночного видения. Так, и... Мне туда, что ли? Нет, конечно, попытаюсь это сделать, но создается впечатление, что это не самая лучшая идея, которая могла бы прийти мне на ум. так, подождите. Может, мне вообще вниз надо было? О, тихо, тихо, тихо. Нет, ладно. А, все. надо что-нибудь такое выбрать. Вот так, думаю. Все, я понял, понял, я даже вспомнил, что это за место. Главное, сбить вот эту хрень. Так, давай, последний снаряд. Ого, так, тихо, тихо, тихо. Спокойно, ребята, я вспомнил это место, в общем, относительно, правда, вспомнил. Я к тому, что там вверху должен быть еще пулемет и выход обратно к складу, поэтому я буду тратить все, что мне нравится и сколько я хочу. Это не особо повлияет, в общем, на ситуацию, в общем. Всегда сможем вернуться и пополнить боезапас. Согласитесь, это очень круто. Все готовы, да? Ну, даже пополнили, так сказать, боезапас. Ну, снафиг. Вы прикиньте, его не убило с первого раза. тихо-тихо-тихо-тихо. Тихо-тихо-тихо. Я был близок к полному концу обеда, так сказать. Ага, я просто как-то, знаете, давно очень уж играл и некоторые моменты упустил из вида, но вообще вы поняли, что это место я немножко вспомнил. Вот, кстати, сейчас немножко изменилось. Вот здесь вот, видите, базука. Ладно, там раньше стоял пулемет. В общем, этот пулемет позволял нам потом там, по-моему, то ли тут солна зачистить, то ли еще что-то. Потом мы могли открыть вот эту вот дверь. Прекрасно, просто прекрасно. пополнение боезапаса отменяется. В общем, можно было вернуться назад, привезти с собой охранника. Он открывал мне тут дверь. Думаю, для тех, кто играл, это своеобразная ностальгия. Вот, я это место именно и вспомнил. А вот здесь он нам открывал дверь. Без него, кстати, если охранник вдруг погибал, ты дальше не пройдешь и приходилось загружаться заново. А если сохранилки нету, то ты попал. Ну и поняли, да, ребята? Так, это что у нас? Ууу! Я понял, я понял. Ну, рулись ты долбанная штука. Ну тебе нафиг. Как мне с этой херни стрелять-то? Она одноразовая. Да, она одноразовая. Ладно, давайте проищем патроны. Да издеваетесь, что ли? Так, ну а если так? Все, я понял систему. все? Охренеть, и как я должен был до этого допереть? Я чисто предположил, что это можно сделать. я в шоке. Я в шоке. Создатели Блокмезы упороты. Не, с одной стороны, это круто, что игра испортует все возможности и все остальное. Движка. Но как я должен был догадаться, что эту хрень можно было его вставить? Постижим он. Ладно, главное, мы пока живы, поэтому давайте немножко повоюем еще. Ой, там пулемет, кажется, вижу. Ну-ка. Рви здесь. А, прикольно. О, стоп, 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 не вздумайте меня пулять. Еще. Видеть, 50-ый калибр рулит. Ну, ладно. Кстати, я почему-то до сих пор слышу звук работающего танка. Или этот. Да, даже вортигон тумный и хочет жить. Увидели, он просто спрятался. Ой, не-не-не-не. Нафиг, нафиг, едите, нафиг. Мерзкие твари, ребята, это самые мерзкие твари за всю игру, которых я видел в первой части. Если они сейчас будут также на меня нападать, это полный писец. великолепно. Сейчас, подождите. Слушайте, да? Внизу нас ждут, а вообще с этими тварями в первой игре был прикол, когда Фримен пытался пальчиком его потрогать, а он отчекрыжит его палец. Но это, кстати, не шутка. Если мы будем неосторожны, нам от... О, о, хитричка платить. Ну, вас нахер. Куда, 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 лево? Нет, право, 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 право. Охренеть. Охренеть. Ой-ой-ой-ой. Куда, 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 куда мне идти? О, сюда, сюда, сюда. Или она... О, писец. Все, я понял, 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 понял. Как стрелять? Так, кнопочка Fire. Ну, ладно, так, попробуем. О, стреляет. Ух, ёперный театр. Хапнул я адреналинщика. Кстати, как-то они не так сделали. Айпад какой-то придумали. О, в первой части было несколько муторно. Там было... Был такой вот стол, скажем, прямо. Ну, вот так, как эта хрень, только стол. И надо было двигать двумя кнопочками. Одна двигала по горизонтали, другая по вертикали. И надо было точно попасть в место, и лазер такой вниз. А тут прямо скажем, как-то они рано это сделали. Ну, слушайте, меня это радует. Фух, все нормально, живем. Как тебе паскудом. Жреть, жреть. Это нечто, согласитесь. Я просто вообще в шоке. Центральный комплекс черной мезы. Угу. Я не дурак здесь плавать. Хотя, возможно, придется. Может, здесь куда-то надо? что-то я немножко заблудился, как бы, ребята. Как там лестница была, я помню. Давайте здесь проверим. Так, ну, не знаю даже. сейчас все по кругу обойду. Может, надо будет вообще назад вернуться. Охренеть. как я должен был до этого догадаться? Они многие вещи, по-моему, включают, которых в начале игры вообще не было, а мы их дальше с вами видели. Великолепно. Я назад вернуться тоже не могу. надо как-то туда попасть. Возможно, так. так. вот, если бы она грохнулась туда. Так, а если бы ворота выбрать в цели и популять в них? Так. Вот так вот. Fire. Охренеть. Мне интересно, это самолет какой-то стреляет или реально с космоса или галбица? Сколько тебе надо? Да ядрить колотить ее должно разнести кедреним фене. Ладно, если так. Так. Есть контакт. Они как-то, знаете, неочевидно некоторые вещи делают, и я бы сразу не допер. Вот этот момент в игре я вообще не помню, был ли он вообще. Хотя, возможно, был просто чуть-чуть дальше и по-другому выглядел. Ну, стол они однозначно поменяли в году айтабом всяким айпадом. Ну, с одной стороны круто, с другой стороны. Ну, и попробуй догадайся, когда за тобой такая хрень бежит. Я струхнул, серьезно. После метро я вообще начал опять дерганом становиться. Так. Бухта 3. И греть кого-то. Ну, и вас нахер. Там охранник. ГОЛОСА И нет. ГОЛОСА 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 Я не знаю про что ты вообще говоришь мужик это что такое нет выключить нахер тоже мне так сохранимся как-то подозрительно ох 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 ты со мной был бы один я бы мог здесь и кончится без шуток верху пусто суши я тут первый раз я не знаю где здесь правильно выходки неправильно если честно глубоко по барабану так у водит стреляй стреляй молодец понятно стой-стой-стой я конечно все видел все слышал но это был нежданчик видеть похоже мы с вами не в ты у этих ребят которые пришли сюда десанта авто зена вот видите да хотя по идее мы с вами двигались от эпицентра так сказать то есть мы с вами вызвали висит цинь дент были в самом-самом центре и потом нам неожиданно короче говорят вернуться обратно то есть мы двигаемся туда откуда собственно все началось до видеть ты живой живой спасибо что прикрыл конечно но немножко припоздал дружище о нет 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 офигеть про возможность нормально спуститься я думаю можно забыть да да и еперный театр все хватит ну или по крайней мере надо было прыгать куда-то вот в эту сторону оттуда хотя не долетел бы так подождите ну взрывайся какие дряни фене уже я думал сюда надо да ничего печалька ладно тогда возвращаемся обратно туда эту сторону я помню там у десантников видел какой-то люк давно так но воду я не полезу ни за какие коврижки но их нахер ладно так тут непонятно кстати этого врачу не упорвали какие-то твари либо он просто грохнулся в панике пытаюсь убежать ладно пулемет не потревожили и хорошо да падай нафиг вот так все великолепно вообще себе подумать мы с вами сколько уже прошли до сих пор до этого гребаного комплекса лямбда не можем добраться иногда создается впечатление что комплекс мезо размером целую страну хотя конечно это обманчиво так еще один барнакл да я выучил наконец-то как их называют вот великолепно так ты встанешь станет для меня есть ой для тебя у меня есть подарок смотрите какой ему челюсть то порвал не в шоке писец ходячие форме на причем уху-ху ребята вы видите да что там интересно он убьет акул давайте пара гранату закинем ихтиозавр охренеть если бы я его не увидел я бы сейчас туда спустился и отхватил бы нехило причем как адреналина такие он бы может даже меня сожрал бы хотя вряд ли я бы успел по крайней мере пострелять у него немножко ладно на всякий случай я перевооружусь перезаряжу арбалет и давайте закончим ребята на этом серию следующий раз отправимся дальше надеюсь будет круто и возможно следующая серия у нас будет последний все-таки мы уже где-то у комплекса лямбда по крайней мере у меня есть такое ощущение благодарю вас всех за просмотр до скорых встреч всем пока